Потому что там будет прощение. Если ты сделаешь что-то в жизни, ты будешь прощен. Если ты придешь к Богу и помолишься Ему, ты будешь прощен. А в исламе ты не будешь прощен, если ты пойдешь против закона. Ты украдешь или совершишь прелюбодеяние с женщиной или мужчиной. Ислам – это не насчет прощения, но это насчет наказания и доминирования. Когда ты говоришь о одинаковой идее, это не одинаковые идеи. Иисус простил тех, которые пошли против Него. А Мухаммад наказал тех, которые пошли против Него. Ты понимаешь, о чем я говорю? Да. Так что, могу я ответить? Если я сделаю что-то плохое, в исламе я попаду в тюрьму. Но если я сделаю что-то плохое в христианстве и вернусь к своему Богу, Он простит меня. В исламе, если я что-то украду, я потеряю руку. Это наказание. И если моя жена выбрала пойти с другим мужчиной, я не понимаю, это диалог или монолог? Так что, если обобщить все, что ты сказал, христианство основано на прощении и... любви. На прощении и любви. А ислам нет. Хорошо. Это неверно. Потому что есть стих в Коране, Аллах сказал, о люди, не о верующие или мусульмане, но все человечество. Он сказал, «Скажи моим рабам, которые излишествовали во вред самим себя, не отчаивайтесь в милости Аллаха. Воистину, Аллах прощает грехи полностью, ибо Он прощающий милосердный». Хорошо. Так что в исламе мне не нужно убивать своего ребенка или убивать самого себя, чтобы Бог простил меня. Нет. В исламе Аллах сказал в Коране, «Если ты совершишь какой-либо грех, вернись к Богу и попроси у Него прощения». Но не просто говори, «О, Бог, прости меня», в то время, когда ты думаешь об изнасиловании женщины. Или, «Бог, прости меня», в то время, как ты идешь разрушать чужую страну и убивать женщин и детей. Нет. Но говори это с искренностью, подобно тому, как ты раскаиваешься, когда тебя ведут в тюрьму, признавая, что то, что ты совершил, было неправильно, и что ты никогда не вернешься к этому. И скажи, «Я обещаю, что буду стараться из-за всех сил». Потому что ты человек. Мы всегда будем ошибаться. Но я буду стараться из-за всех сил, чтобы не возвращаться к греху. И второе условие, если ты украл чьи-то деньги, в исламе, хорошо, Бог простит тебя. Но есть еще одно условие. Ты должен вернуть имущество владельцу и попросить у него прощения. Однако, в исламе есть законодательство. Ты смешиваешь между прощением и искуплением. Например, когда женщина... Кто основал эти законы? Бог. Тот же Бог, о котором говорил Иисус. Если ты посмотришь на женщину... Это шариат? Да, дослушай меня. Ты ведь не знал, что в Библии Иисус сказал, что если ты посмотришь на женщину, ты должен вырвать глаз. Ты знал об этом? Но это не буквальный смысл. Не буквально вырвать глаза. Кто должен определять это? Имейте в виду, ты просто должен не смотреть. Нет. Стих не говорит этого. Там не говорится вырвать. Нет, там сказано. Найди тот стих, где сказано, если кто посмотрит на женщину... Но если... Подожди, подожди. Я позволил тебе долго говорить. Так что... Однажды женщина пришла к пророку и сказала ему, «О, посланник Аллаха, я совершила прелюбодеяние». И пророк, мир ему, отвернулся от нее. И он отвернулся от нее три раза. И он сказал ей, «Уходи, если Аллах скрыл твои грехи, почему ты разоблачаешь их передо мной?» Если ты совершил грех, тебе необязательно идти к судье и говорить, «Я украл». Но покайся. Но как бы там ни было, мы живем в реальном мире. Мы не живем в мире Дисней. Это мир, в котором есть преступники, которые никогда не каются. Они делают все, что хотят. Так что в исламе есть закон против них, чтобы остановить их. Это варварский закон. Нет. Это не варварский. Опять же, кто должен определять, какой закон варварский, а какой нет? Подожди, подожди. Это Матфей 5, 28. Я же говорю вам, что всякий, кто посмотрит на женщину с вожделением, уже совершил прелюбодеяние в сердце своем. Нет, нет, подожди. Найди тот, где говорится про глаза. Знаешь, что я заметил на Западе? На Западе больше заботятся о преступниках, чем о жертвах. Поэтому мы даем преступникам них права. А что касается жертвы, иди в ад. Но в исламе нет. В исламе с преступниками поступают соответственно. Хорошо. Если твой правый глаз побуждает тебя к греху, вырви его и выбрось. Там не говорится «отвернись», как ты утверждаешь, брат. Но вырви и выбрось. Нет, это не о вырывании глаза. Ты можешь вырвать часть своего тела? Ты не можешь. Это не в буквальном смысле. Но кто должен... Ты просто должен закрыть глаз и смотреть другим. И вырвать его. Нет, не нужно вырвать его. Но здесь сказано «вырвать его». Ты интерпретируешь это так? Нет, нет, нет. Как тебя зовут? Дэнни. Приятно познакомиться. Я Шамси. Так что, то, что я хочу сказать тебе, Дэнни, кто должен определять, что является буквальным в Библии, а что нет? Потому что я могу привести тебе другого христианина, и он бы объяснил это по-другому, чем ты. Конечно. Люди понимают это по-разному. Это то, о чем я говорю. Но шариат только один. Ислам только один. Нет, нет, нет. Это не касается шариата. К примеру, кража или прелюбодеяние в этих странах вы используете варварскую систему. Отрезаете руки и... Кто должен определять, какая система варварская, а какая нет? Конечно, ты должен. Нет. Я спрашиваю тебя. Это ведь ты утверждаешь, что это варварская. В исламских странах? Дэнни, я спрашиваю тебя об этом. Кто должен определять, что является варварством, а что нет? Бог. Бог. Хорошо. Если Бог постановил это, кто ты такой, чтобы говорить, что это варварство? Нет, нет, нет. Это... Бог сказал... Как Мухаммад четко сказал, если ты украдешь, твоя рука должна быть отрезана. Прежде всего... Ответь на вопрос. Я отвечу на него. Во-первых, это Аллах сказал в Коране. Позволь, позволь мне закончить свою мысль. Ты закончил. Нет, нет, я не закончил. Ты сказал воровство. Но ислам говорит не любое воровство. Потому что если бедный человек украдет, чтобы поесть, это не... Ты должен дать ему поесть. Я понимаю, понимаю. Но в исламе это наказание используется по отношению к кому? Мы говорим к тому, кто является специалистом в краже. Тот, кто заставляет общество бояться его. Хорошо? А что насчет прелюбодеяния? Подожди, подожди. Прелюбодеяния позже. Мы говорим об этом исламском законодательстве. Чтобы ты мог прийти и критиковать его, у тебя должны быть объективные критерии. Поэтому позволь спросить тебя, Дэнни. Каковы твои критерии, чтобы определить, что правильно, а что неправильно? Потому что это варварская проповедь. Нет, нет. Я не спрашивал тебя об этом, Дэнни. Ты должен ответить на мой вопрос. Мы, христиане, берем Ветхий Завет и говорим, что это не подходит обществу сегодня. Кто сказал это? Мы говорим это. Нет. Кто мы? Люди Иисуса. Нет, христиане не говорят этого. Нет, нет. Может быть, и Дэл. Нет, не Дэл. Может быть, и Дэл, но не христиане. Поэтому в Ветхом Завете... Нет, нет, Дэнни, Дэнни, Дэнни. В Египте копские христиане, они воспринимают это буквально. И вон там есть ортодоксальные христиане, они понимают это совершенно иначе, чем ты. Ты понимаешь? Так что говорить «мы христиане» – это очень громкое утверждение. Но ты увернулся от моего вопроса, Дэнни, со всем уважением. Каковы твои критерии для определения того, что является варварством, а что нет? И что правильно, и что нет. Смысл? Смысл. Реальность. Реальность? Но реальность не внутри тебя, она везде. Реальность такова, что если какой-либо человек украдет, или какая-либо женщина поцелует другого мужчину, не должна умирать. Хорошо. Это твое утверждение. Это реальность. Нет, нет, нет. Подожди, подожди. Где в исламе сказано, что если женщина поцелует другого мужчину, она должна умереть? Это прелюбодеяние. Я не говорил этого. Ты сказал, если женщина поцелует мужчину, она должна умереть. Это шариатский закон. Если женщина, там есть три... Я не спрашивал тебя об этом. Я не спрашивал. Ты сказал, потому что я сужу тебя только по твоим словам. Хорошо. Ты сказал, смысл говорит, что если женщина поцелует другого мужчину, она не должна умирать. Да. Но в исламе нет такого. В исламе нет такого закона. Но это прелюбодеяние. Разве твой здравый смысл лучше моего? Потенциально. Видишь? Возможно. Дэнни, знаешь, что я вижу? Я вижу, что у тебя мышление колонизатора. Тех, которые колонизировали Африку, чтобы поработить и поместить в нас идею, что вы лучше нас. Нет-нет, это то, во что ты веришь. Но моя реальность... Подожди, Дэнни, подожди. Ты только что доказал мою точку зрения. Ты сказал, что твой здравый смысл лучше моего. Но ты... Подожди, успокойся, успокойся. Я доказал ему точку зрения. Но в реальности... В реальности. Согласно кому? Согласно жизни. Согласно всем. Согласно жизни? Но жизнь не разговаривает. О чём ты вообще? Дэнни. Подожди, дай мне закончить. Это не имеет смысла. Согласно Великобритании. Хорошо. То есть теперь согласно Великобритании. Дай мне закончить, дай мне закончить. Хорошо. В Великобритании, если ты веришь, что за прелюбодеяние ты должен быть забит камнями до смерти, то ты не должен быть в этой стране. Хорошо. Так ты собираешься также выгнать евреев? Нет, нет. Евреи также верят, что за прелюбодьяния? Где? А где здесь ты видел наказание? Докажи мне. Здесь нет подобного наказания. Евреи в этой стране также верят? Нет, нет, подожди. Смотрите, как он боится евреев. Так ты также выгоняешь евреев? Я покажу тебе. Я не спрашивал тебя об этом. То есть ты выгоняешь евреев? За что? Хорошо. Потому что они верят, что если женщина... Вот Ветхий Завет. Но в Израиле. Я не спрашивал тебя насчет Израиля. Но ты сказал, если вы верите. Если вы верите. Иудеи в этой стране верят, что за прелюбодьяния вы должны быть забиты до смерти. Ты выгонишь их. Но я не видел этого. Сейчас я покажу это в Библии. Я не видел этого. Я знаю много иудеев, но я не видел этого. Сейчас. Здесь. Чтобы показать тебе, что ты пришел к неправильному человеку. Потому что я знаю, что когда дело доходит до евреев, вы сразу трясетесь от страха. А мусульмане, давайте их выгоним. Точные слова. Да, я покажу тебе. Я покажу тебе, что согласно иудаизму, если твоя дочь совершит прелюбодьяния, то... Смотри. Это что, картинка? Это видео. Это женщина в Ираке. Ты серьезно? Тут не о чем говорить. Она сказала своей соседке, что она больше не верит в Мухаммада. Кто это сказал? Это она. И потом через два часа... Это что, ИГИЛ? И она была забита до смерти камнями. Кто сказал, что это правильно? Твой закон сказал это? Мой закон? Хорошо. Послушайте, что он говорит. Нет, подожди, я приду к тебе. Ты сказал, что женщина сказала, что она не верит в пророк Мухаммада. Ее забили камнями до смерти. Покажи мне, где Коран говорит это? Точно, точно. Дэнни, я чувствую от тебя запах алкоголя. Ты что, выпил сегодня? Нет-нет. Признайся. Да-да. Ты выпил? Это ведь воскресенье. Добро пожаловать в Англию. Я здесь уже 18 лет. Я уже привык. Но, Дэнни, позволь закончить. Дэнни, ты сделал утверждение. Смотри, Дэнни. Ты должен слушать, что ты говоришь. Да, я слушаю, когда смотрю в зеркало. Но сегодня, Дэнни, ты пришел не к тому зеркалу. Подожди, подожди, Дэнни. Ты сказал, что женщина была забита камнями, потому что она сказала, что она не верит в пророка Мухаммада. Это верно. И ты сказал, что это мой закон. То есть, исламский закон. Где в исламском законе говорится, если ты не веришь в пророка Мухаммада, ты должен быть забит камнями до смерти? Покажи мне. То есть, в Писании не говорится, что если ты совершишь вероотступничество, что с тобой произойдет? Нет-нет, до этого. Он не говорит этого. Забить камнями до смерти? Не спрашивай. Тогда как ты сам сделал утверждение? Это ты сделал утверждение. Покажи мне. Где в Коране говорится, если ты не веришь в пророка Мохаммеда, ты должен быть забит до смерти камнями? В любом случае, ты не сможешь показать этого в Коране. Но... Нет-нет, он не говорит этого. Ладно, послушай это. Если дочь священника осквернить себя блудом, то она бесчестит своего отца. Поэтому ее надо сжечь в огне. Кем? Это закон, данный Моисею. Моисею. Но где в Библии? Покажи мне. Здесь, здесь. Это Левит 21.9. Левит, глава 21, стих 9. Я хочу, чтобы это увидели последователи Томми Робинсона и Идеэл. Идеэл закончились. Альхамдулиля, что они закончились. Но ты последователь Томми Робинсона. Любой, кто говорит об исламе... Дэнни, я скажу тебе кое-что. Смотри, Дэнни. Я понимаю, откуда ты исходишь. Я понимаю, из чего ты исходишь. Я понимаю, что есть некоторые мусульмане-экстремисты. Без всяких сомнений. Да. И я сам один из известных людей, даже на Ютубе. Я борюсь против ИГИЛ. И я борюсь против тех... Но... Слушай внимательно. Я борюсь с теми, кто говорит, что мы должны применять законы шариата в этой стране. Ты не веришь в это? Нет, я не верю в это. То есть... Нет, нет, нет. Я мусульманин. Я верю в то, что говорит Коран. Но в любом случае, кто ты такой, чтобы заставлять меня не верить в то, во что я хочу верить? Ты веришь в свободу веры? Да. Хорошо. Тогда почему ты хочешь заставить меня не верить в то, во что я хочу верить? Есть свобода веры, но также... В любом случае, есть проблема. Твоя проблема в том, что ты смешиваешь между многими вещами. Например, сейчас, если в Саудовской Аравии или Алжире, они говорят, мы мусульманская страна. Мы не приходим в твою страну. И мы счастливы с нашим шариатом. Кто ты такой, чтобы говорить им, что они не должны этого делать? Потому что вы делаете это с женщинами и делаете с собой. Подожди, подожди. Вы жертва своей религии. Подожди. А я думаю, что ты жертва своих страстей. Почему? Это то, во что я верю. Ты не понимаешь, о чем ты говоришь. Ты хочешь навязать нам свои убеждения, Дэнни? Я не хочу ничего навязывать. Хорошо. Тогда, Дэнни, слушай внимательно. Это диалог. Я против этого. Но Дэнни не против. Я ведь тебя не навязываю. Разве я использую нож? Ты серьезно? Если ты веришь в определенные варварские постановления в исламском законодательстве и хочешь их использовать в этой стране, но ты сказал, что ты не хочешь. Дэнни, Дэнни. Даже это выражение варварское. Я знаю, в чем проблема Запада. Брат, найди сначала всех. Подожди, подожди. То, что я знаю... Запад... Извини, брат. Извини, секунду, секунду. То, что я знаю, Дэнни. Если мы говорим о Западе, если они меняют какой-либо закон у себя, они идут ко всему миру и хотят изменить везде. А иначе вы называете их отсталыми. Это конкретно то, что происходит. Это то, что происходит. Но у нас есть права. Дэнни, слушай внимательно. Ты не даешь мне закончить. У тебя есть права в твоей стране. Но у тебя нет права приходить в другие страны, разрушать их и убивать женщин и детей. Ты понимаешь это? Я согласен. Да, у нас нет права оккупировать чужие страны. Я согласен. Послушай это. Саудовская Аравия и Йемен. Прежде чем смотреть на Йемен, посмотри на Афганистан и Ирак. Кто там находится? Хорошо, хорошо. Но это правительство пришло туда. Да. Непростые люди. Да, я понимаю это. Да, я знаю, что даже в правительстве не все, если вы справедливыми. И когда экстремисты приходят убивать сюда, они убивают простых людей. Но мы не пошли туда. Но это правительство. В исламе убивать простых людей – это тоже экстремистом. Но убивать за прелюбодение? Подожди, подожди. Перед тем, как перейти к этому, слушай внимательно. Я хочу прочитать. Я прочитаю этот стих. Извините. Мне нужно уходить через пять минут. Помните утверждение Дэни? Господа и дамы. Утверждение Дэни было «Любой, кто верит, что прелюбодейка должна быть забита до смерти камнями и должен уйти из этой страны». Смотрите, это не Коран. Это Ветхий Завет, в который верят иудеи. В это верят иудеи. Нет-нет, ты веришь, что иудеи должны быть здесь? Иудеи? Да, я верю, что каждый имеет право быть здесь. Тогда почему ты говорил, что… Ты только что опроверг себя. Ты недавно говорил, что любой, кто верит, что прелюбодеяние должна караться смертью, не должен быть здесь. Я покажу тебе, иудеи верят в это. Хорошо. Слушай, правила для священников. Бог сказал Моисею. Правила для кого? Для священников. Но я не священник. Но это для иудейских священников. Не для тебя. Я не священник. Ты серьезно? Кому я сделала? Нет, подожди, подожди. Я не священник. Это правило не для меня. Это для иудеев. Для иудеев. Для их священников? Для их раввинов. Есть ли у них здесь раввины? Я не раввин. Успокойся. Я не говорю, что ты раввин. Я спрашиваю, есть ли иудейские раввины здесь? В любом случае, есть ли иудейские раввины в этой стране? Я не говорю о тебе. Я говорю о иудеях. Нет, он не говорил о мусульмане. Он сказал, любой, кто верит. Я поправляю его. Я сказал, любой, кто верит, что за прелюбодеяние должны забивать камнями до смерти? Не должны быть здесь. Или вору отрезать руку. Или гомосексуалистов сбрасывать с высоты. Нет, ты не говорил этого. Нет, я добавил. Я добавил сейчас. Нет проблем. Но это говорит Ветхий Завет. Иудеи верят в это. Я не спрашивал тебя об этом. Я говорю тебе, что иудеи верят в это. То есть ты говоришь, что иудеи не должны быть здесь из-за того, что они верят в это постановление? Но это постановление для священников. Но разве... Он не говорит о всех. Он говорит о священниках. Да, для раввинов. Для иудейских раввинов. Но это не для нас. Но разве здесь нет иудейских раввинов? Да, но как это относится к нам? Но ты сказал, если они верят в это, они не должны быть в этой стране. Я не говорил о раввинах. Я говорил о... Все понятно. Когда дело доходит до иудеев, вы сразу меняетесь. Смотри, я верю. Позволь мне прояснить. Опять же, Дэнни, то, что я знаю, ты и подобный тебе. Я уважаю мусульман, но я не уважаю варварские законы. Это то, что мы не уважаем. Ладно, хорошо. Представь, если кто-нибудь скажет, если мужчина спит с другим мужчиной, это варварство. Что ты возражаешь этому? Прости еще раз. Если человек скажет, что если мужчина спит с другим мужчиной, это варварство. Что ты скажешь ему? Это не так. Хорошо. Тогда кто должен определять, что является варварством, а что нет? Общество. Хорошо, общество. Если общество в Нигерии сказало, что если мужчина спит с другим мужчиной, это варварство, ты примешь это? Нет. Тогда о чем ты говоришь? Видишь, позаботься о себе. Нет-нет-нет. Общество какой стороны ты сказал? Позаботься о себе. Ладно, позволь мне дать тебе книгу. Ты не имеешь никакого смысла. О какой стороне ты говоришь? Хорошо. Новый Завет. Ты не имеешь никакого смысла. Ладно, Новый Завет. В какой стране это общество? В Нигерии. В Нигерии? Сколько христиан в Нигерии? 50%. 50%? Да. Кто в обществе ставит законы? Там христианское правительство. Христианское? Сколько? Нет-нет-нет. Хватит менять тему. Нет, не меняй тему. Смотрите, как он сразу меняет тему. Нет, не меняй тему. Убийство в Исламе. Он говорит про убийство в Исламе. Да нет, Дэни. Ты только что говорил, что критерий для определения правильного и неправильного – это общество. А когда я сказал тебе про общество в Нигерии, ты сказал «нет». Ты не имеешь никакого разума. Смотри, общество в Нигерии – 50% мусульман и 50% христиан. Это то, что ты говоришь? Да. Хорошо, тогда этот закон издан там согласно исламскому обществу или христианскому? Да, христианскому. В Ямайке. Ты был в Ямайке? В Ямайке делают песни против геев. Они говорят, что нужно сжигать их. И общество категорически не принимает геев. Ты никогда не слышал об этом? Нет, я не слышал. Ты что, следишь только за мусульманами? Я никогда не слышал об этом. В любом случае, Дэнни. Дэнни. Это известный закон в Ямайке. И это общеизвестно, что общество Ямайки против. Вот он из Ямайки. Видишь, он знает об этом. То есть там их убивают? Мой друг из Ямайки сказал, что если его сын гей поедет в Ямайку, его убьют. Ямайка – это христианская страна. Там христиане. Дэнни, послушай меня. Я хочу дать тебе книгу, прошу, прочитай ее. Знаешь, о чем эта книга? А где моя Библия? Библия – это моя книга. Дэнни, я серьезно. О чем эта книга? Новый Завет. Я поговорю о Новом Завете. То, что интересно в этой книге... Хорошо. Это ты написал ее? Нет, это мой учитель написал ее. Хорошо. Ладно. Что хорошего в этой книге? Он говорит о заблуждениях экстремистов. Прочитай ее. Просто прочитай ее. У тебя есть свой мозг, чтобы прийти к выводам. Не переживай. Здесь нет ножа, чтобы принудить тебя стать мусульманином. Здесь нет оружия. Смотри, она чистая. Там ничего нет. Просто прочитай ее. Я здесь каждую неделю. Приходи и скажи, смотри, Шамси, вот здесь есть проблема. Ты можешь говорить с открытым сердцем. Могу я спросить тебя вопрос? Подожди. Ты говорил о Новом Завете. В Новом Завете Иисус сказал... Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Так что Иисус пришел с мечом. Так что ты думаешь об этом? Меч это что-то хорошее? Но он ведь не говорил о смерти, не так ли? Я что, с мечом буду играть с тобой? Но меч это... Иисус сказал, я не пришел с миром, я пришел с мечом. Смотрите. Амин. Теперь ты поменялся. Теперь ты стал крестоносцем. Видишь? Прийти с мечом и использовать меч. А зачем изначально приходить с мечом? Для украшения, что ли? Если я приду к тебе с ножом... Если ты скажешь, я пришел с ножом, но не с миром... Каждый поймет, что ты пришел с насилием. Да, ты можешь так сказать. Дэнни, прошу, просто прочитай. Прошу, прочитай и убейтесь в этом. И позаботься о себе. И ты тоже прочитай Новый Завет. Конечно, я уже прочитал Новый и Старый Завет. В любом случае, аль-хамду лилля, они пришли сегодня к неправильному человеку. Мы закончили с ними сегодня. Ассаламу алейкум, братья и шустры. Это автор канала «Призыв Дава». Я хочу обратиться к вам с просьбой поддержать мой канал финансово. Благодаря вашей поддержке вы станете причиной для наставления людей на прямой путь. Тем самым вы поддерживаете исламский дават. И иншаллах, Аллах наградит вас за это. Ассаламу алейкум.